Мусульманин, разгадавший самый известный тайный код. Ни одна древняя письменность не привлекала к себе такого внимания, какое привлекли египетские иероглифы. Веками императоры, ученые, археологи, черные копатели и другие останавливались перед прочными монументами Египта, будучи не в состоянии разгадать мистические символы и рисунки, вбитые на камнях, думая над тем, что они значат. В 1820 году французский ученый Жан-Франсуа Шампальон наконец разгадал тайный код, открыв миру дверь к изучению и исследованию удивительной истории Древнего Египта, что раньше считалось невозможным. Но был ли Шампальон на самом деле первым человеком, разгадавшим тайну египетских иероглифов? Он, конечно, заслуживает чести за свое революционное открытие в египтологии. Но на самом деле, начало этому было положено почти за тысячи лет до рождения Шампальона. А именно, в конце IX века, когда алхимик по имени Абубакр Ибнавахшия дешифровал более половины всех египетских иероглифов. Следует учесть, что дешифровать нужно было от 700 до 800 иероглифов. Это достижение, заслуживающее признание. Работы Ибнавахшии впервые были представлены зрителям в 2004 году лондонским египтологом доктором Акаша Эль-Дали, профессором Института археологии в UCL. Людей побуждают в Коране почти на каждой второй странице исследовать мир вокруг. В нем есть 15 аятов, схожих с этими. И все эти аяты побуждают людей смотреть и изучать мир вокруг, изучать Вселенную. Поэтому не одно лишь человеческое любопытство вызвало у арабов интерес к изучению Древнего Египта. Но и все эти коранические аяты, которые побуждают нас размышлять над миром и изучать его, в том числе мир древних цивилизаций, древних культур. Хотя бы для того, чтобы узнать причины их упадка, узнать их судьбу. Если люди в прошлом совершали какие-то ошибки и были в результате уничтожены, чтобы мусульмане усвоили уроки прошлого и не повторяли их ошибок. Эль-Дали провел длительные поиски следов изучения Древнего Египта в арабских рукописях Средневековья и пришел к убеждению, что арабы-мусульмане не только проявляли большой интерес к изучению древних цивилизаций, но и могли правильно дешифровать древние египетские иероглифы. Но кто был этот Ибн Вахшия? И почему он пытался дешифровать египетские иероглифы? Та малая информация о нем, которая нам доступна, поражает. Он жил в Куфе, городе в Ираке, в начале аббасийского периода, когда знания и наука в Доме мудрости Пагдади стремительно развивались. Он был алхимиком и, возможно, надеялся на эти секреты алхимии древних египтян, пытаясь разгадать тайну этой мистической письменности. Он также разгадал другие тайны древней письменности, 93 из них, включая алфавиты, использовавшиеся в древневавилонской, египетской, эллинистической и индийской цивилизациях. Он опубликовал свои исследования в книге под названием «Китаб Шаукуль-Мустахам», в которой он привел список иероглифов, их значения и арабский эквивалент. Эль-Дали сравнил достижения Ибнавахшия в изучении иероглифов с пониманием современных египтологов и обнаружил их удивительную точность. Исследование достижений Ибнавахшии дало начало дискуссии о роли классических исламских мыслителей в египтологии, которую отрицали веками, отчасти из-за подавляющего влияния Европы на историю, и отчасти из-за того, что многие рукописи обветшали и не были приняты во внимание. Но через несколько лет после исследований Эль-Дали многие историки начали признавать тот факт, что Ибнавахшия был первым настоящим египтологом в истории. Позже, около века спустя, другой мусульманин, Абу-Райхан Аль-Бируни, станет первым индологом в истории. Эль-Дали утверждает, что своими предубеждениями западные ученые проявили несправедливость по отношению к исламским египтологам. Западная культура неправильно толкует ислам, потому что мы, на Западе, думаем, что исследования цивилизации, которые были до неспослания Корана, отвергаются мусульманами. Но это не так, говорит он. Они дорожили историей и воспринимали Египет как землю знаний и мудрости, и по существу они стремились понять их язык для того, чтобы получить доступ к этим обширным знаниям. На самом деле исследования в египтологии мусульманских ученых более точные, чем исследования их современников из раннехристианской Европы. Мусульмане, в отличие от Запада, не писали историю для того, чтобы проталкивать религиозные идеи того времени, что делает их исследования более достоверными, говорит Эль-Дали. Они также были заинтересованы в универсальности человеческой истории, выражающейся в единстве происхождения людей вместе с разнообразием их внешнего вида языков. И в Навакшия лишь один из примеров отношения мусульман к древним цивилизациям, которые доктор Эль-Дали описывает в своих изложениях. Незадолго до времени Ибнавакшии, известный аббасийский халиф Аль-Мамун, посетил Египет во время военной кампании. Там он попросил мудреца по имени Айюб Ибнамаслема попытаться разгадать для него смысл этих загадочных иероглифов. Айюб не справился. Но Мамун решил в любом случае открыть проход и сделал пролом в Большой пирамиде Гизы, через который по сей день заходят туристы. Джабир ибн Хайян, широко известный как отец химии, был также очарован иероглифами и тайной, которую они могли хранить, и провёл своё исследование. Также известный суфий, живший в IX веке, Зуннун аль-Мисри, был глубоко заинтересован в египетских иероглифах. Историк Аль-Мас'уди упоминает его как одного из тех, кто объяснил историю этих египетских храмов. Он долгое время ходил среди них и разгадал огромное количество фигур и надписей. И следует сказать, в итоге, что Зуннун аль-Мисри является одним из исследователей иероглифов. И может быть ещё множество примеров, которые осталось найти. Возможно, какой-то другой мусульманин справился с разгадкой тайны всех иероглифов. Но даже с теми данными, которые имеются, мы можем с уверенностью сказать, что Ибн Вахшия – первый египтолог, который внёс огромный вклад в исследование иероглифов, которое позже было завершено Шампальоном около тысячу лет спустя. Мусульмане получат огромную пользу, если продолжат изучать разные культуры и традиции, и исторические тайны с таким же духом и рвением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова